Байкеры сегодня открыли мотосезон в Петербурге, Казани, Москве. По центральным улицам проехали колонны мотоциклистов. Столичные ночные волки устроили праздник на смотровой площадке Воробьевых гор. Алексей Конопков влился в колонну. То ли корпоративный Новый год, то ли всеобщий день рождения. Открытие сезона для них едва ли не главный праздник в году. Слишком уж короток этот сезон у отечественных любителей байка. В столице в этот раз открытие сезона почти совпало с Днём Победы. Так что во главе колонны вместо традиционных черепов и языков огня – хаки и красные звезды. Говорят, создать, а вернее воссоздать такой раритет сложнее, чем собрать новый мотоцикл с нуля. Собираем с Украины, с Белоруссии, со старых складов, с глубинок нашей Руси, где они еще сохранились. Резина, кожа, сталь, а сверху бантик. Вместе с брутальными мужчинами стальных коней сегодня седлает и слабый пол. Хотя насчет слабости тут готовы поспорить. Он весит, по-моему, в сухой массе 240 килограмм или 300 килограмм. Я в том году упала, сама подняла на адреналине. Это такое родное и любимое, что не тяжело. В Петербурге выкатить на дорогу родных и любимых чуть не помешала погода. В северной столице дожидаться теплых выходных можно, как известно, круглый год. Так что некоторые здешние байкеры сезон не закрывают вовсе. Мы ездим в любую погоду. Я видел даже 31 декабря, люди ездят на мотоцикле в костюме Деда Мороза. Это в Санкт-Петербурге. Ни в любом, ни в каком другом городе я такого не видел. А в Москве в это время ночные волки сошлись с полицейскими. Сегодня они, конечно, друзья. Все-таки байкерское братство не зависит от цвета формы. А вот в обычные дни двухколесным родством ребята в коже, как рассказывают полицейские, часто злоупотребляют. Приходилось как-то сталкиваться в работе, когда вы остановились за нарушение, а вам говорят, ну ладно, ну брат же, ну это там отпусти, там что-то такое. Это говорит 9 из 10. Поэтому ничего такого там нет. Но я говорю, да, я понимаю, что я тоже мотоциклист. Я так же, как и вы, езжу. Но, извините, нарушать правила дождей нельзя. А снял я за нарушение. Хотел бы пожелать всем не омрачить это лето травмами, не омрачить себя и своих друзей, своих близких. Мы должны все дожить до закрытия сезона, как минимум, с хорошим настроением и с позитивом. Крывать сезон байкеры, как обычно, решили с размахом. В сегодняшней программе еще пробег по городу, традиционное шоу на Воробьевых горах. И уже вечером грандиозный концерт с фейерверком. Как и положено хорошему торжеству, праздник закончится только к утру. Впрочем, настоящий праздник длиной в несколько месяцев для этих ездоков с открытием сезона только начинается. Алексей Кнопков, Вадим Степченко и Николай Семенский. 5 канал. Москва.